Здравствуйте! В эфире Опер ТВ. И прямо сейчас все самое актуальное и интересное о работе Кузбасской полиции. Сегодня в выпуске. Поездка с риском для жизни. Зачем жительница Гурьевска с двумя малолетними детьми села в машину мертвецки пьяного водителя? Как защитить свое имущество, когда на порог квартиры пришли злоумышленники? Комментарий специалиста. Преступление из мести. Нетрезвый новокузнечанин ограбил кафе, где его отказались обслуживать. Открывает нашу передачу рубрика, авторами которой являются зрители Опер ТВ и участники акции «Мобильный патруль». Благодаря их активной гражданской позиции только в текущем году к ответственности привлечены уже около 200 нарушителей правил дорожного движения. Чтобы их пример хамского поведения на дороге не стал заразительным, посмотрите наш первый сюжет. Топ-лист нарушителей на этой неделе открывает кемеровский таксист. На пересечении улицы Островского и проспекта Кузнецкого водитель «Лады» будто не заметил на светофоре красный. Он проигнорировал запрещающий сигнал и проехал перекресток, так как ему этого хотелось. А это уже Ленинск-Кузнецкий и снова автомобиль «Лада». Да и нарушение все тоже. На пересечении улиц СПА-станции и Васильева водитель легковушки проигнорировал красный сигнал светофора, а до этого выехал на встречку через сплошную линию разметки. Красный на светофоре кузбасские водители будто не заметили уже около 10 тысяч раз. Больше всего в Кемерове, Новокузнецке и Ленинске-Кузнецком. Только в текущем году в Кемеровской области из-за таких нарушений произошло 26 автоаварий, в которых пострадали 32 человека. Проспект Ленина в Кемерове. Здесь водитель «Лексуса» устроил гонки по разделительной полосе. Он куда-то очень спешил, обогнал всех, но уже скоро, как и другие автомобилисты, встал на светофоре. Несколько секунд сэкономленного времени теперь могут ударить по его бюджету. Мобильному патрулю попался и вот этот нарушитель из Новокузнецка. На кадрах видно знак одностороннего движения, но, судя по всему, на дорожные знаки смотрят не все. Иначе как объяснить поведение водителя «Лады»? Всем антигероям видеороликов в ближайшее время предстоит встретиться с полицейскими, которые уже детально изучают материалы мобильного патруля. Фото и видео, которые поступают в полицию от участников проекта, только в этом году позволили привлечь к ответственности уже около 200 нарушителей. Напомню, что проект «Мобильный патруль» работает благодаря вам, наши уважаемые зрители. Присылайте фото и видео правонарушений или преступлений в специальный раздел на сайте закон.дефис.кузбасс.ру Автора лучшего ролика ждет награда от Общественного совета при Главном управлении МВД России по Кемеровской области. Видеорегистратор. Не менее безответственно вела себя и жительница Гурьевска, когда села вместе с двумя своими малолетними детьми в машину к мертвецке пьяному водителю. Задержать нетрезвого лихача, управлявшего ВАЗовской десяткой, полицейским помогли граждане, которые заметили его на дороге. Удивительно, как вообще мужчина мог управлять автомобилем. Ведь не выйти из него самостоятельно, не передвигаться на ногах без помощи полицейских он уже не мог. Своим преступным равнодушием к безопасности собственных детей автоинспекторов поразила и пассажирка. Вам не страшно было ребенка без кресла перевозить в машине? Ну она же у меня на руках была. Стоит отметить, что второго своего сына женщина попросила спрятаться от полицейских еще во время остановки. Мальчик сидел за сидением и тихо плакал, пока женщина, уже забыв про него, конфликтовала со стражами порядка. Ребенка полицейские обнаружили лишь когда собрались эвакуировать автомобиль. Водителя теперь ждет суд и безусловно лишение права управления транспортными средствами. На пассажирку, которая также оказалась пьяна, стражей порядка составили протокол за несоблюдение родительских обязанностей. Теперь она находится на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В Новокузнецке нетрезвый горожанин решил отомстить продавцу павильона быстрого питания, которая отказалась обслуживать его бесплатно. Злоумышленник покинул заведение, но скоро вернулся и ворвался к женщине через служебный вход, который был приоткрыт для проветривания помещения. Мужчина! Мужчина! Помогите! 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 Похитив из кассового аппарата полторы тысячи рублей, налетчик скрылся. Сразу после его ухода потерпевшая нажала тревожную кнопку. Оперативники уголовного розыска задержали грабителя по горячим следам. Им оказался ранее судимый 45-летний горожанин. Злоумышленник стал фигурантом уголовного дела и теперь на 7 лет может вернуться в места лишения свободы. В любой момент незваные гости могут появиться и на пороге вашей квартиры. Злоумышленники представляются кем угодно. Медиками, слесарями, целителями. Часто, чтобы войти в контакт с жертвой, они предлагают купить у них мед, посуду, а пожилым людям обещают прибавку к пенсии. О том, как защититься от них, мы узнаем у заместителя начальника отдела управления уголовного розыска главного управления МВД России по Кемеровской области, подполковника полиции Владислава Князева. Владислав Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Как часто кузбассовцы становятся жертвами преступлений из-за своего, так скажем, гостеприимства? С начала этого года на территории области зарегистрировано 44 таких преступления. Общий ущерб составил 3 миллиона 900 тысяч рублей. Накануне в городе Новокузнецке в дом к пенсионеру зашла неизвестная женщина, которая приставилась соцработником. При этом предложила доплату к пенсии. Пока она отвлекала внимание хозяина квартиры, в помещение проникла вторая неизвестная, которая похитила 1 миллион 100 тысяч рублей. Какие приемы обмана чаще всего используют злоумышленники, чтобы проникнуть в жилище? Основные способы остаются прежними. Это прежде всего снятие порчи, когда к потерпевшим подходят неизвестные женщины, сообщают, что имеются какие-то житейские проблемы, которые они могут помочь решить. При этом используя разные предметы, такие как листы бумаги, фотографии, яйца, они обманным путем, под предлогом проведения различных обрядов, похищают деньги у потерпевших. Следующий момент – это когда под видом сотрудников ЖКХ и водоканала проникают в жилище граждан и похищают имеющиеся ценности. Чаще всего такие преступления совершаются в группе, похищают чаще деньги, а также ювелирные изделия. Также в последнее время совершаются преступления на улице, когда к потерпевшим подходят мужчины, сообщают, что они проводят демонтаж старинных зданий, старых сооружений и нашли при этом старинные монеты. Предлагают их купить. Цену называют чаще всего достаточно большую, ущерба составляет до 300 тысяч рублей. При этом цена одной монеты не превышает 50 рублей, так как они приобретаются на интернет-сайтах и никакой особой ценности из себя не представляют, не имеют. И как же следует себя вести нашим зрителям, если в дверь звонит незнакомец? Можно позвонить в организацию, если это ЖКХ или водоканал удостоверится, что такие сотрудники действительно там работают. Если к вам зашли в квартиру несколько человек, ни в коем случае не вставлять их одних в комнатах, не сообщать об имеющихся дома ценных вещах, деньгах, суммах, не показывать, где они хранятся. Владислав Викторович, спасибо, что ответили на наши вопросы. Для задержания другого злоумышленника стражам порядка пришлось разработать спецоперацию, участие в которой приняли оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска полиции Кузбасса. Их коллеги из Ленинска-Кузнецкого, а также сотрудники ФСБ, ГИБДД и бойцы отряда СОБР, Управление Росгвардии по Кемеровской области. В ходе проведенной оперативной комбинации они задержали в Ленинске-Кузнецком 28-летнего местного жителя. При личном досмотре за поясным ремнем у него был изъят сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Кроме того, установлено, что автомобиль «Шевроле», на котором он передвигался, имеет измененные номерные агрегаты. В ходе обыска по месту жительства задержанного сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще два пистолета, один из которых также оказался переделан кустарным способом в боевой. Сейчас мужчина дает показания следователю, а изъятые у него иномарка и оружие направлены на экспертизу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы. Кузбасские полицейские не только эффективно борются с преступностью, но и принимают все возможные меры, чтобы найти и вернуть потерпевшим похищенное у них злоумышленниками имущество. Накануне в этом убедились жители Кемерово и даже Санкт-Петербурга. О высокой и, наверное, самой дорогой оценке работы стражей порядка наш заключительный сюжет. Искренняя благодарность от чистого сердца. Сразу трое жителей областного центра по достоинству оценили работу местной полиции. Двум автолюбителям стражи порядка оперативно нашли и вернули похищенные автомобильные аккумуляторы. Имущество пропало поздно ночью. Однако кражи потерпевшие узнали на утро от стражи порядка. В это время подозреваемый уже был задержан и показал, где спрятал украденное. Теперь обе машины на ходу. Автовладельцы вернулись к привычным делам, а подозреваемому грозит до двух лет колонии. Кемеровчанка Мария Афанасьевна не скрывает своего счастья. Полицейские вернули ей золотое кольцо – подарок сына. Накануне злоумышленник сорвал украшение прямо с пальца женщины и скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию. В результате похититель был задержан по горячим следам. А горожанка радуется колечку и благодарит сотрудников полиции. У жителей НССП поводов для радости и восхищения профессионализмом полицейских как минимум в 500 раз больше. В Новокузнецк сотрудница ювелирной компании приехала для презентации новой коллекции золотых украшений. После встречи с компаньонами женщина вызвала такси. При посадке в машину она случайно оставила сумку с золотом на лавке у торгового центра. А когда через пару минут вернулась, почти пять сотен различных украшений бесследно исчезли. Стоимость коллекции – более 7 миллионов рублей. Повод для огорчения и обращения в полицию оказался весьма серьезным. Однако уже через несколько часов сотрудники уголовного розыска нашли похитительницу дорогостоящей коллекции и вернули все экспонаты представителям ювелирной компании. Я прям поражена. Я думала, даже если найдут, то будет позже, не в полном количестве. Действительно, очень оперативно сработали. И когда я, когда приехали и к торговому центру, тоже сотрудники все как бы внимательны были. В целом, я очень благодарна вам за проделанную работу. На сегодня это вся информация. Смотрите нас также на сайте опер-тв.ру и следите за новостями в аккаунтах кузбасской полиции в социальных сетях. Берегите себя. И всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин